вечер добрый с вами не стандартные обзоры и у меня очередная распаковка телефон новый бюджетник от компании леново а 616 это телефон здесь бюджетного сегмента который в момент заказа стоил если не ошибаюсь 50 долларов сейчас посмотрю скажу вам и так в момент заказа телефон стоит 60 долларов 99 центов а данный на данный момент телефон стоит столько же 60 долларов 99 центов и покупаться с магазина x show technology ltd ссылки будут под видео загляните там есть еще и ссылка для регистрации отличного кешбек сервиса лейтешоп я пользуюсь этим сервисом и очень доволен садите по этой ссылке зарегистрируйтесь лейтешоп позволит вам сделать кешбек до 30 процентов сейчас на али кешбек стоит 7 процентов телефон покупал с алиэкспресс и так по виду сейчас я вам покажу страницу товара и кешбек шоу леново 616 сейчас я вам открою посылечку и покажу что находится внутри с внешнего вида вот посылка упакована очень хорошо с такой упаковкой даже можно и футбол поиграть и с вашим телефоном который находится внутри ничего не случится давайте вскроем телефон ну и упаковочка себе телефон покупал для перепродажи она продается по той же цене со сколько я купил можете написать мне и вам нужно будет только пересылку товара оплатить и цену 60 долларов 99 центов давайте посмотрим что находится внутри коробки тут все по минимуму зарядник если не ошибаюсь зарядник на 1 ампер 700 миллиампер до переходник под наши розетки снг и обыкновенная usb дата кабель коктейлиный нос у него бумажки всякие ну ладно это никому интересно давайте вскроем сам телефон и посмотрим на его внешний вид по бокам металл у нас металлокимический ободок это металл точно металл холодный холодный или не металл давайте поближе рассмотрим его на 1 это надо проверить нет по-моему это металл крышка вот очень интересно сделано смотрите как она выглядит но это матовая отпечатки не остается не пачкается на дисплее пленочка наклеена тут у нас кнопка включения качалка кромкости здесь находится микро говоря микрофон камера передная разговорный динамик про датчики надо проверить какие тут у нас тачки а тут у нас уже три сенсорные кнопки которые не подсвечиваются давайте я вам сейчас про характеристики телефона расскажу и так у нас две sim карточки тут поддержка lte то есть 4g надо это проверить 5 половины дюймовый с айпес дисплей разрешение дисплея 480 на 854 точек очень мало мне это не понравилось мультитач емкостный не знаю насколько касание и так вот что для меня интересно android 4 и 4 kitket железо 1 и 3 гигагерц mediatek mt 67 32 м если не ошибаюсь это 64-питный процессор 4 ядра ну тут про видео ускоритель написано маленький но это надо проверить как у нас видео ускоритель и аккумулятор 2250 миллиампер часов скоро я сделаю подробный обзор и покажу вам все характеристики данного девайса а теперь вот такое вот ознакомить ознакомительное видео можете покупать продавец очень надежный много я у него покупаю давайте вскроем телефон хорошо что крышка не сломалась ну вот такая вот пластиковая она гнется и не ломается бумажка у нас тут у нас микро sd вставляется микросим карта и стандартная sim карта всякие надписи батарея на 2250 миллиампер часов давайте включим дисплей телефон по моему тут у нас не будет качественный дисплей но в принципе там не очень качественный будет дисплей с таким разрешением и углей обзора будут не очень давайте посмотрим скинем сами ну с помощью камеры трудно передать но вот и что я вам скажу снизу не так уж все плохо плохо вот ну да конечно тут не очень качественный дисплей но годится и такой уж ужасный в принципе можно будет использовать этот телефон с таким дисплеем эти камеру я вам покажу автофокуса у нас нету или тач фокуса у нас нету ну про камеру тоже у меня в комнате освещение не очень поэтому камера может и плохо будет сниматься давайте поставим русский язык ну вот что я вам скажу телефон стоит 60 долларов чуть подороже в других магазинах тут наверное одна из самых низких цен дизайн неплохой есть весим карточки камера ну с помощью камер можно тесто поснимать или не знаю что нибудь дизайн неплохой довольно тонкий телефон умный кажется тут где-то 9 миллиметров батарея 2250 немного и немало две камеры можно и что еще рассказать про это телефон если вам нужен бюджетник с пять с половиной дюймовым дисплеем для не очень требовательных задач что можете брать а то мне телефон не очень понравился в принципе знаю почему тут у нас 512 мегабайт оперативной памяти что тоже не очень радует а в основном за свою цену не так уж плохо с такой диагональю в этой ценовой категории у него очень много конкурентов с параметрами ну получше от других производителей ну к примеру яркий пример там юми ром x если не ошибаюсь или в принципе можно привести в качестве конкурента туги хантом hd7 ну в принципе hd7 у него и дисплей получше камеры вряд ли ну про камеры тут нечего говорить и у тайм той модели в этой модели камеры не очень батарея там 3000 ну побольше чем у это и разрешение дисплея hd в принципе если бы я покупал если бы я уже был знаком с обоими моделями я бы выбрал туги но если я был новичок скажем не знал про эту фирму мне незнакомая фирма была хантом а в принципе леново уже давно всем знаком хороший производитель себе зарекомендовал я бы взял леново в принципе в качестве звонилки с большой большим дисплеем там чтобы пользоваться интернетом смотреть видеоролики серфинг там соц сети файл мне годится можете брать детальный обзор скоро будет на этот телефон и так давайте еще и сделаем обзор магазина ну скажем поделюсь своим опытом от магазина x show посмотрим и так хорошо он упаковал телефон на пути с ним ничего не случилось сколько у нас отзывов у этого магазина 42 тысячи четыреста восемьдесят семь девяносто семь и семь процентов положительные у него отзывы но в принципе неплохой продавец можно у него делать покупки вряд ли он кого-нибудь кинет или отправить бракованный товар и смотря на то что как он упаковал смотрите как он упаковал телефон на дороге с телефоном ничего не могло случиться и так я попрошу вас подписаться на мой канал будем развивать канал вместе станьте моим подписчиком очень часто у меня выходит видео в основном распаковки распаковки бюджетных устройств знакомых малознакомых фирм я уже купил vk word f1 у китель ю 2 и у меня очень много посылок жду этих моих покупок когда они дойдут и сделаю обзоры а так вот такой вот ознакомительная распаковка для тех кто хочет купить данный аппарат но не решается из какого магазина или у какого продавца я в принципе рекомендую этого продавца можно у него делать покупки ну смотрите все на моем опыте хорошо упаковал отправил во время с телефоном все хорошо работает а так подарки не положил ну да ладно главное вот что он положил переходничок а так все бюджетный аппарат нечего про этот телефон больше рассказывать если есть интересующиеся вопросы пишите в комментариях я отвечу этот телефон по мне ну лишь бы моим мнением можно использовать в качестве звонильки на android и там минимум задач можно решать с помощью этого телефона телефон конечно не для игр телефон конечно нет я ну там сельфи для для снимок скажем купить в качестве камера фона это отпадает качестве игрового смартфона от от падает в принципе субвейсурв ну в принципе субвейсурв можно будет поиграть а вот там более требуем требовательные игры конечно вряд ли они пойдут на этом смартфоне да еще и если пойдут будут тормозить ладно я скоро сделают это не обзор а сейчас вот еще раз взглянем на заднюю крышку этого телефона самая интересная часть это задняя крышка которая выполнена неплохо ладно главное это леново бюджетная модели прослужит вам долго вот ну за это можно купить этот телефон пока желаю всем удачи не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайки и еще извиняюсь за мой акцент загляните под видео там есть очень полезен полезные ссылки и